Убийство первого секретаря посольства Российской Федерации в Абхазии, вице-консула Дмитрия Вишернева, повергло в шок общественность Абхазии. В эти минуты в республиканской больнице врачи борются за жизнь его супруги Ольги. В больнице постоянно находятся представители консульской службы МИДа Республики Абхазия. Мартин Таркил, начальник службы, был хорошо знаком с убитым дипломатом. По долгу службы им неоднократно приходилось встречаться. Этот человек был действительно высоко профессиональный, знающий свое дело. И что касается человеческой стороны, с моральной стороны, не было ни одного факта, где в результате нашего обращения он был бы либо проигнорирован, либо вопрос не был решен. Этот человек всегда от всей души воспринимал наши просьбы и решал возникающие вопросы, даже не спрашивая, о ком идет речь. О том, что Дмитрий Вершернев был действительно человеком отзывчивым и большим другом Абхазии, утверждают все, кто был с ним хорошо знаком. Работа в консульстве предполагает постоянное прямое общение с населением. Дмитрий Вершернев всегда реагировал на любые просьбы и оказывал максимальную помощь обращавшимся к нему гражданам. Хочется выразить слова соболезнования семье, родным и близким Дмитрия Вершернева. Могу сказать Дима, потому что был лично и очень близко знаком. Дмитрий Вершернев – это не только коллега, это большой друг нашего коллектива, нашей страны, который всегда в первую очередь очень отзывчиво реагировал на просьбы простых людей и населения. Оказывал максимальную помощь возможную, шел навстречу. Дмитрий Вершернев прибыл в Абхазию с первых дней открытия здесь российского посольства. Адаптироваться в совершенно новой среде поначалу ему помогал Ахра-Аристава, друг покойного дипломата. Они познакомились еще в Минске, где дипломат работал до приезда в Абхазию. Ну, это настоящий друг, но и друг нашего народа, и от всего сердца искренне, от души он здесь работал, отзывчивый, никому не отказывал. Патриот своей страны, самый настоящий, честный, порядочный человек, общительный, был не закрытый человек. Все соседи полного района звонили. Он знал, что такое друг, что такое сосед, никому нет, не говорил. Для него не было этого рабочий день или выходной день. Очень был открытый. По поводу предполагаемых версий убийства следственные органы пока не высказываются. Действительно ли оно связано с профессиональной деятельностью убитого, или здесь были замешаны иные мотивы, и кому стал неугоден отзывчивый и порядочный человек, судить пока не приходится. Друзья и близкие также не дают комментарий по этому поводу. Только подчеркивают, что такое дерзкое убийство большого друга Абхазии в жилом многолюдном районе посреди бела дня ни в коем случае не должно оставаться безнаказанным. Версии строить сейчас сложно какие-то. Это больше задача правоохранительных органов. Но в любом случае мне бы хотелось, чтобы все-таки, особенно как товарищ наш, это до конца довели. Это большая потеря для нас. Я полагаю, что службы, занимающиеся поиском преступников, сделают все максимальное для их поимки.